Здравствуйте, ребята! Сегодня вам предстоит познакомиться с личностью Бориса Леонидовича Пастернака, своеобразием его лирики, а также вкунуться в ту эпоху, в которой жил поэт. Урок проведу с вами я, учитель русского языка и литературы Кишиневского лицея ОРД имени Герцля, Шевчук Тамара Ивановна. Я надеюсь, что вы полюбите стихотворения Пастернака, как люблю их я, и вам захочется поставить книжечку, его произведение на свою книжную полку. Итак, начнем. Урок называется «У времени в плену. Личность Пастернака. Понятие о стиле и языке писателя». Сегодня на уроке вам предстоит узнать, в какое непростое время жил и творил поэт. Мы поговорим о своеобразии стиля и языке поэта. Вместе обсудим, как эпоха отразилась в творчестве Пастернака. Эпиграфы к уроку. Сквозь прошлого перипетии и годы войн и нищеты я молча узнавал России неповторимые черты. Борис Леонидович Пастернак. Жизнь ведь тоже только миг, только растворение. Нас самих, во всех других, как бы им дарение. Борис Леонидович Пастернак. 2020 год был богат литературными датами, юбилеями. Пресс Пушкинов, Кишинев, Болдинская осень, дни рождения Чехова, Блока, Бунина, Есенина. И еще две памятных даты. 130 лет со дня рождения Бориса Леонидовича Пастернака и 160 лет со дня смерти поэта, прозаика, лауреата Нобелевской премии, с которым мы сегодня познакомимся. Во всем мне хочется дойти до самой сути. Работе, в поисках пути, в сердечной смуте. До сущности протекших дней, до их причины, до оснований, до корней, до сердцевины. Все время схватывая нить судеб, событий, жить, думать, чувствовать, любить, совершать открытия, о, если бы я только мог. Хотя отчасти я написал бы восемь строк о свойствах страсти, о беззаконьях, о грехах, бегах, погонях, нечаянностях, ппхах, локтях, ладонях. Я выбыл бы ее закон, ее начало, и повторял ее имен инициалы. Я б разбивал стихи, как сад всей дрожью жилок. Цвели бы липы в них подряд, гуськом в затылок. В стихи б я внес дыханье роз, дыханье мяты, луга, асоку, сенокоз, грозы раскаты. Так некогда Шопен вложил в живое чудо, фольварка в парк и фрочь, могил в свои этюды достигнутого торжества. Игра и мука, натянутая тетива, тугого луга. Пастернак мог и не быть поэтом. Он писал так в автобиографии позже. Многим, если не всем, обязан отцу, академику живописи, Леониду Осиповичу Пастернаку и матери, превосходной пианистки. На слайде работы художника Леонида Осиповича Пастернака, его автопортрет с женой и портрет молодого Бориса Пастернака. Родившись с 10 февраля 1890 года в Москве, он с детства пробовал рисовать. В юности 6 лет серьезно занимался музыкой, учился философии. В доме Пастернака бывали Лев Николаевич Толстой, художник Николай Ге, композитор Александр Скрябин, считавший, что Боре непременно нужно посвятить себя музыке, так как у него есть немалые способности к ней. А то вдруг резко ушел в поэзию в начале 1910-х годов. Именно летом 1912 года талантливый начинающий композитор и перспективный практикант-философ Пастернак в одночасье преобразился в поэта. Причем случилось это не в Москве, не в России, а в Европе, в небольшом университетском средневековом городке Марбург, куда Боря Пастернак приехал брать уроки преподавателя, профессора, основателя Марбургской неаконтианской школы Когина. Что же случилось? Обычно ли такого возраста дело? Любовная катастрофа. Пастернак без памяти влюбился в старшую дочь чайного магната, короля Высоцкого, Иду. Стихотворение, отрывок из стихотворения Марбург. В тот день всю тебя от гребенок до ног, как трагик в провинции драму Шекспирову, носил я с собой и знал на зубок, шатался по городу и репетировал. Когда я упал пред тобой, охватив туман этот, лед этот, эту поверхность, как ты хороша, этот вихрь духоты, о чем ты, опомнись, пропала, отвергнут. На рассвете 4 августа 1912 года Пастернак уехал из Марбурга, прощай, философия, прощай, молодость, прощай, Германия. В 1923 году поэт вернется сюда ненадолго, всего на два дня, чтобы снова встретиться с городом своей молодости и до конца жизни будет вспоминать Марбург, который сделал из него поэта. Марбург тоже не забыл его, прощай, философия. Эти слова из охранной грамоты можно прочитать на бронзовой мемориальной доске, расположенной на сцене дома номер 15 по Гесельбургской улице этого города, где Борис Пастернак прожил 3-летних месяцев 1912 года. Есть в городе и улица, носящая его имя. Боря начал поздно, но и это еще не все. Мало того, что он взялся за стих, не имея маленького опыта, но он тащил в стих такое огромное содержание, что оно в его полудетский по форме стих не то что не лезло, а влезая разорвало стих в куски. Обращалось стих в осколки стиха, писал Сергей Бобров, коллега по поэтическим группам «Лирика» и «Центрифуга». Лишь свою третью книгу «Сестра моя жизнь», написанную в 1917 году, он считал началом своего пробуждения. В ней определились его роль в советской литературе. Дело в том, что Пастернак, ну это своего рода Маяковский, который не пошел на площадь вытрясать из себя личность, а старался внимательно наблюдать за своими ощущениями и передавать их с максимальной точностью. Потому по сестре очень точно можно представить не на уровне фактов, но обоняния, осязания и прочего, чем было лето 1917 года, ну то, каким его увидел юный Борис Пастернак. И громким, милиционером зажат в кулак, как он дергает жабрами, и горлом, и глазом, назад, по рыбе, найской задранным, и отчаянным, отрешенным, любимая жуть, когда любит поэт, влюбляется бог неприкаянный, и хаос опять выползает на свет, как времена ископаемых. Так что Пастернак был и поэтом, и обычным человеком. А в 20-е годы настает новая пора, когда постреволюционная разруха, она же неопределенность, оказывается созвучной и той, и другой ипостаси. Везде суета. Пастернак прописан в коммуналке, бывшей некогда отцовской мастерской. Он постоянно переводит. Жена его, она на фотографии, похожа на него, художница Евгения. Ей тоже нужно место для работы. Многие заботы о доме он берет на себя. Таким образом, он становится вторым Майковским, я повторюсь, но не идет на площадь, а просто пишет о том, что видит и помнит. 20-е годы – это время больших поэтических форм. Две из них важны для понимания Пастернака. Это поэмы «905-й год» и «Лейтенант Шмидт». Поэма «905-й год», посвященная эпохе первой русской революции, так о ней писал Пастернак. «На эту относительную пошлятину я шел сознательно из добровольной идеальной сделки со временем», так он писал Константину Федину. Привычная самокритика, а стихи все равно отличные, потому что это прекрасный, ревнованный репортаж, в котором нет самого героя. «Лето, май или июнь, паровозные везуви под лодзью, воздух вогнанных гвозди, отеки путей запеклись, в стороне от узла замирают грохочущий отзыв, это сыплются стекла из трупья расстрелянных гильз». Ну, кто-то должен был взять на себя заботу о человеке, о поэте. Спасителем оказалась Зинаида Николаевна Нигаус, с которой Пастернак познакомился в январе 1929 года. Она сказала, что на слух не очень поняла его стихи, и тот ответил, что готов писать проще. Так родился известный сборник «Второе рождение». Ну, стихотворение, которое вам знакомо по фильму «Ирония судьбы» или «С легким паром». Никого не будет в доме, кроме сумерек, один серый день в сквозном проеме незадернутых гордин. Хлопья лягут и увидят синий солнце, тиши гладь, так и нам прощение выйдет. Будем верить, жить и ждать. В этом стихотворение Пастернак ощущение чуда, с которого начнется новая жизнь, с нового года, как чистого листа. В чувстве к Зине поэт в тот момент был совершенно искренен. В ней его приняла все, непосредственность, простота, прямота. Нигау стала ему женой и делала для комфорта все возможное, лишь бы он творил. Она даже смирилась с последней любовью, Ольгой Ивинской, взявшей на себя заботу об издательских делах. Летом 1932 года вышла книга Пастернака «Второе рождение», название связанное с новым этапом в личной жизни. Эта книга – летопись зрелой и вместе с тем безумной любви. Книга – жизнь утверждающая. В ней поэт порывисто, восхищенно говорит о мире, в котором любовь осмыслена как животворящая сила, как высшая гармония. Любить иных – тяжелый крест, а ты прекрасно, безызвилен, и прелести твои – секрет, разгадки жизни равносилен. Пастернак еще долго метался между двумя женщинами, той, которую любил и той, которую безумно жалел, так что готов был в иные минуты пожертвовать своим счастьем и счастьем любимой. Его мучило чувство жалости к покидаемой им женщине. Он мучительно искал слова, которые помогли бы ей достойно перенести удар. Отрывок из стихотворения «Не волнуйся, не плачь, не труди». Я взяла только последнее четверостище. Добрый путь, добрый путь. Наша связь, наша честь не под кровлю дома, как росток на свету распрямясь. Ты посмотришь на все по-другому. Но чувство вины передоставленной им женщиной и сыном мучило его всю жизнь. Об этом чувстве вины о воспоминаниях, от которых некуда деться, его пронзительное ностальгическое стихотворение «Годами когда-нибудь в зале концертной» по первой строчке. «Годами когда-нибудь в зале концертной мне брамсы сыграют, тоской и зайду. Я вздрогну, я вспомню союз шестисерды, прогулки, купания и клубы в саду. Художницы робкой, как сон, крутолобость, с беззлобной улыбкой, улыбкой взахлеб, улыбкой огромной и светлой, как глобус. Художницы облик, улыбку и лоб». В 1930-е годы Булгаков отказался от роли певца эпохи. Он не хотел губить свой талант творца, говорящего с вечностью, ради единовременной попытки. Его друг Маяковский ушел в глашатый, а закончил самоубийством. Характерно, что в Мандельштамовские стихи «Мы живем под собой, не чуя страны» Пастернак в личном разговоре с поэтом назвал самоубийством. Он понимал, что происходит и написал об этом в стихотворении другу. «Иль я не знаю, что в потемке тычась, вовек не вышла б к свету темнота, и я урод, и счастья сотен тысяч не ближе мне пустого счастья ста, и разве я не мерюсь с пятилеткой, не падаю, не подымаюсь с ней? Ну как мне быть с моей грудной клеткой и с тем, что всякой косности косней?» Зимой 1945-1946 годов, начав работу над романом «Доктор Живаго», Пастернак внутренне примирился с душевным разладом. Роман «Доктор Живаго» – это история врача, который теряет любимых родных из-за нищеты, репрессий, голода, душевных терзаний. Это была история России от начала века до 1929 года, увиденная глазами художника. В области слова я больше всего люблю прозу, а вот писал больше всего стихи. Стихотворение относительно прозы – это то же, что этюд относительно картины. Поэзия мне представляется большим литературным этюдником, писал Пастерна. В это время исчезает не только двойственность его натуры, но и неоднозначность его положения в литературе. В газете «Культура и жизнь» прозвучали следующие фразы «Реакционно отсталое мировоззрение, живет в разладе с новой действительностью, светская литература не может мириться с его поэзией». Говорят, что в 1955 году даже он проходил участникам по делу диверсионной организации работников искусства, ну, вымышленной, разумеется, наряду с Мейрхольдом и Бабелем. Его изображали человеком не от мира сего, а отрешенным одиночкой, обитающим в башне слоновой кости. Мол, как это в нашу бурную эпоху, он смеет спрашивать, какое милое у вас тысячелетие на дворе. Но это была попытка подключиться к вечности, без которой нет большого поэта. Еще на первом съезде Союза Советских Писателей в 1934 году он сформулировал норму поведения художника. «Не жертвуйте лицом ради положения», сказал он, предупреждая об опасности стать литературным сановником. И его слова не расходились с делом. Пастерак не пошел на заседание, где должна была состояться травля Анны Ахматовой и Михаила Зощенко, за что его вывели исправление Союза Писателей. Когда арестовали его друга, грузинского поэта Тициана Табидзе, Пастернак открыто помогал деньгами его супруге, потом вдове, приглашая его в свой дом, в то время, как другие просто боялись подать ей руку. Пастернак всегда мучила чувство вины перед теми, кто стал жертвой сталинского террора. Он регулярно отсылал деньги Ариадне и Фрон, дочери Марины Цветаевой, в Таруханскую ссылку. Драматург Александр Голодков при встрече с ним сказал так, а Голодков отсидел срок в лагере. Он говорил, что томик его стихов он возил с собой повсюду, все годы заключения, и читал их по утрам в бараке, просыпаясь раньше всех остальных. Обо всех этих годах и печалях он писал в стихотворении душа. Душа моя печальница, о всех в кругу моем ты стала усыпальницей замученных живьем, тела их бальзамируя, им посвящая стих, рыдающую лирую, оплакивая их. Ты в наше время шкурное за совесть и за страх стоишь в могильной урной, покоящей их прах. В 1937 году, когда был процесс по делу Якира Тухачевского и других, среди писателей собирали подписи под письмом, одобряющим смертный приговор, и Пастернак был единственным, кто отказался это сделать. Когда к нему переделки на приехали с этим документом, он гневно заявил, что он не судья этим людям, что он не давал им жизнь и не ему их отнимать. Это вам не контрамаркет, театр подписывать, кричал он посыльному. Роман «Доктор Живаго» был предложен госслит издату и журналу «Новый мир». Журнал отказался якобы из-за непонимания автора роли октябрьской революции и участия в ней интеллигенции. С издательством дела тоже шли ни шатка, ни валка. Роман вышел в Италии. Впоследствии за него Пастернаку была присуждена Нобелевская премия. Стоит отметить, что с 1946 по 1950 годы Пастернак ежегодно выдвигался Нобелевским комитетом на присуждение премии в области литературы. Некоторые критики считают, что понять Пастернака можно, прочитав доктора Живаго. Потери, разочарования, огромная Россия, тихая смерть в трамвае, когда другие уходят вперед к репрессиям и войне. Это не просто разговор писателя с собой, это диагноз всех, всей интеллигенции, которая то пыталась стать пролетариатом, то замыкалась в себе, то строила воздушные баррикады. Это долгая исповедь, написанная языком билетристики и поэзии человека и поэта. Ты благо гибельного шага. В октябре 1946 года Пастернак познакомился с Ольгой Ивинской, сотрудницей журнала «Новый мир», куда поэт принес первую книгу своего романа «Доктор Живаго», который тогда назывался «Мальчики и девочки». Пастернаку тогда было 56 лет. Он был старше Ольги на 22 года. Но ни он, ни она этой разницы не замечали. Удивительно, каким молодым был Пастернак не только в то время, но и в 60, и в 70 лет. Всегда с блестящими глазами, всегда увлеченный по-детски безрассудный. Секрет его вечной молодости был в том, что он с юношеских лет развивал в себе способность обновления. Он не старел, волосы побелели, но это был просто седой юноша. Все тот же. Из романа доктор Живаго. Какая это была любовь, вольная, небывалая, ни на что не похожая. Они думали, как другие напевают. Они любили друг друга не из неизбежности, не опаленной страстью, как это ложно изображает. Они любили друг друга, потому что так хотели все кругом. Земля под ними, небо над их головами, облака и деревья. Их любовь нравилась окружаем еще, может быть, больше, чем им самим. Как известно, Лара из доктора Живаго, это Ольга Ивинская. Однажды в рождественскую ночь пастернак с Ивинской поехали в гости к пианестке Марии Юдиной. Они заблудились с дороги, долго плутались среди одинаковых домиков и никак не могли найти нужный им дом. И вдруг увидели мигающий огонек канделябра в виде свечи. Это оказалось окно, где их ждали. Этот огонек свечи, промелькнувший в ночи сквозь метель, сыграл символическую роль во всей их дальнейшей жизни. На следующий день пастернак принес в редакцию стихотворения про любовь, про вековечную метель, про негасимый огонь свечи, стихотворение «Зимняя ночь», вошедшее в сокровищницу мировой поэзии. Мело-мело по всей земле, во все пределы, свеча горела на столе, свеча горела, как летом роем мошкара летит на пламя, слетались хлопья со двора к оконной раме. На озаренный потолок ложились тени, скрещение рук, скрещение ног, судьбы скрещения. Ребята, самое время поговорить о языке и стиле поэта, а также о языке и стиле эпохи, нашедших свое отражение в творчестве Пастернака. В своих воспоминаниях о Пастернаке известный вам детский поэт Корней Ивана Чуковский замечал одна из самых существенных чертов творчества следующая. Он почти всегда воспроизводит в своей лирике ту действительность, которая в эту секунду встала у него перед глазами. Он делает как бы моментальные снимки с нее, поэтому у него изобилие стихов, которые воспринимаются нами как страницы дневника. Таков был его творческий метод. Для него, как для художника, было важнее всего воспроизвести с максимальной правдивостью то или иное мгновение своего здесь и теперь. Этот метод он назвал реализмом, так как по убеждению его реализм отнюдь не литературная школа, но высшая степень писательской точности. Измена точности казалась ему изменой искусству. Давайте вспомним, что такое стиль. В толковом словаре Сергея Ивановича Ожегова определение такое. В языкознании стиль, совокупность приемов использования языковых средств для выражения тех или иных идей, мыслей, различных условиях, речевой практики слог. Например, стиль художественной литературы, стиль Пушкина, публицистический стиль, высокий стиль. В словаре лингвистических терминов под редакцией Розенталии Теленковой даны пять определений, но я выбрала последние два, так как они имеют прямое отношение непосредственно к нашему уроку. Итак, это индивидуальная манера, способ, которым исполнены данный речевой акт или произведения, в том числе литературно-художественное. Сравнить, например, стиль вашего выступления на собрании, язык и стиль ранних стихов Лермонтова. И пятое определение. То же, что языковая парадигма эпохи, состояние языка в силевом отношении к данному эпоху. Например, выражение в стиле русского литературного языка первой половины девятнадцатого века. Определение слова парадигма дано внизу со звездочкой. При изучении художественных произведений исследователи оперируют таким понятием, как индивидуальный стиль писателя. По определению академика Виноградова индивидуальный стиль писателя это своеобразное исторически обусловленное, сложное, но представляющее структурное единство системы, средств и форм, словесного выражения в развитии. В стиле писателя, соответствуя его художественным замыслам, объединены внутренне связанные и эстетически оправданы все использованные художником языковые средства. Что же характерно для индивидуального стиля Бориса Пастернака? Своеобразие поэтического мира Бориса Леонидовича Пастернака предопределено, конечно же, историю его творческого становления. Мог бы стать художником, если бы работал, говорил отец Пастернака. Композитор Скрябин одобрял музыкальные сочинения Пастернака. Нелепо говорить о способности, когда на лицо несравненно большее. По совету своего кумира в 1909 году Пастернак поступает в Московский университет на философский факультет. С тех пор живопись, музыка и философия вошли в состав его творчества. В дальнейшем лирика Пастернака будет развиваться в тесной связи с этими тремя близкими ей сферами человеческого духа. У живописи он учился говорить о себе, о своих чувствах, изображая окружающий мир подобно тому, как в любом живописном полотне незримо присутствует его автор, художник. Стихотворение «Золотая осень». Осень сказочный чертог, всем открытый для обзора, просеки лесных дорог, заглядевшихся в озера, как на выставке картин залы, 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 вязов, ясеней, осин, по золоте небывалый. Склонность к музыкальной импровизации объясняет убежденность поэта в том, что и чем случайнее, тем вернее слагаются стихи на взрыв. Стихотворение «Февраль», «Достать чернил» и «Плакать». Действительно, сравнение метафоры, которыми забилуют ранние стихи поэта, часто кажутся произвольными, даже непонятными. Грачи слетают с деревьев, как обугленные груши, ветер не пронизан, а изрыт их криками, сам поэта февральской оттепели пишет не взахлеб, а навзрыт и так далее. Это стихотворение «Февраль до ста чернил» и «Плакать» 1912 года. Таким образом, композиторское умение Пастернака в звуки передавать и внешний, и внутренний мир приводит у него к тому, что подчас звучание, а непривычное значение слов определяет у поэта отбор этих образов. Например, стихотворение «После грозы». Пронесшееся грозою полон воздух, все ожило, все дышит, как в раю. Всем распуском кистей лилово-грозных сирень вбирает свежести струю. Рука художника еще всесильней, со всех вещей смывает грязь и пыль. Преображение и звук красильней выходят жизнь, действительность и быль. Марина Ивановна Цветаева так определила поэзию Пастернака. Кстати, о световом поэзии Пастернака световесь, светопись, так бы я назвала, свет в пространстве, свет в движении, световые прорези, световые взрывы, какие-то световые пиршества, захлестнут и залит для него Пастернака, от всего идут лучи, световой ливень. Отрывок из стихотворения Погребы. С широкого шоссе идем во тьму лесную, по щиколотку в рассе оплутаем в рассыпную, а солнце под кусты на грузди волнушки через дебри темноты бросает свет сапушки. Философичность стихов Пастернака заключается в том, что они разрешают самую важную проблему двадцатого века, проблему трагического разлада человека и мира, ставшего для человека враждебным и лишенным смысла. Прекрасная и могучая природа человеку начала двадцатого века видится равнодушной, даже жестокой, стихийной бедствии, эпидемии, космические катаклизмы, кажется, в любой момент готовы стереть людей с лица земли. Природа равнодушна человеку, но не у Пастернака. Стихотовление Ландыша, отрывок. Жары нещадная резня Сюда не сунется сапушки, и вот ты входишь в березняк, вы всматриваетесь друг в дружку, но ты уже предупрежден, вас кто-то наблюдает снизу, сырой овраг сухим дождем, расистых ландышей унизен. Еще один отрывок. Иван да Марья зверобой, ромашка, Иван чай, татарник, опутанный ворожбой глазеют, обступив кустарник. Во всем лесу один ручей, во враге полном благозвучия, твердит то тише, то звончей про этот небывалый случай. Зюня на всю лесную пать и оглашая лесосеку, он что-то хочет рассказать почти словами человека. Окружающий мир пронизан человеческими эмоциями и уже поэтому не может быть чуждым человеку. Тополь удивлен, даль пугается, воздух си, из стихотворения весна. Природа мир, тайник вселенной, я службу долгую твою, объятую дрожью сокровенной, в слезах от счастья отстаю, из позднего стихотворения когда разгуляется. Ранний пастернак это сгущенное метафоричность, эксцентрика, упругий ритм, бурная стихия. Поздний будто порывается исправить раннего, словно стесняясь его бормотания, сумбура, непричесанного словаря. Поздний пастернак строг и точен, подтянутый, классичен, он понятен, понятно, как это сделано. Ушло ощущение чуда, волшебства, ушла непредсказуемость, обаяние юности, появились дидактические нотки. «Быть знаменитым некрасиво» или «Не спи, не спи художник». Стихотворение «Быть знаменитым некрасиво» «Быть знаменитым некрасиво» «Не это подымает ввысь», «Не надо заводить архива», «Над рукописями трястись». Цель творчества «Самоотдача», «А не шумиха, не успех». Позорно «Ничего не знача», «Быть притчей на устах у всех». «Но надо жить без самозванства», «Так жить», «Чтобы в конце концов привлечь к себе любовь-пространство, услышать будущий вазов». «И надо оставлять пробелы в судьбе, а не среди бумаг, места и главы жизни целой», «Отчеркивая на полях». «Другие по живому следу пройдут твой путь за пятью пять, но поражение от победы ты сам не должен отличать и должен ни единой долькой не отступаться от лица, но быть живым, живым и только, живым и только до конца». Его поэзия, с одной стороны, тесно связана с футуризмом, одним из главных течений в течение начала XX века, сложный язык, неологизмы, многозначность, лексики и синтаксиса, сервисические контрасты роднят Пастернака с Владимиром Маяковским. Оба поэта высоко ценили друг друга. С другой стороны, Пастернаку всегда был чужд, демонстративный отказ от традиций. Его собственная поэзия и на раннем этапе, и позже была тесно связана с русской классической поэзией Пушкина, Лермонта, Фета, Блока. Пастернаку свойственна парадоксальность мировосприятия, любовь к каламбурам и философичность. Почти каждому стихотворению присуще ощущение потрясения от красоты окружающего мира. От раннего, про эти стихи, до поздних, рождественская звезда в больнице, снег идет. Внимание к мельчайшим деталям природы. В стихах Пастернака множество цветов, деревьев, птиц и звуков и одновременно убежденность, что все вокруг составляет огромное, плотно слитое, одухотворенное целое. Бориса Пастернака читают, о нем пишут, говорят, все это заставляет с горькой радостью вспомнить слова, сказанные Пастернаком за два года до смерти. Вероятнее всего, через много лет после того, как я умру, выяснится, какими широкими, широчайшими основаниями направлялась моя деятельность последних лет, чем она дышала и питалась, чему служила. Пастернаки гармонически сочетались с человеком художником, который не терпел фальши и лицемерия в жизни и неискренности на бумаге. На слайде ведема Андрея Андреевича Вознесенского, поэта-шестидесятника, который считал себя учеником Пастернака. Обратите внимание, крест, распятие и век Пастернака. Итак, отрывок из стихотворения. В компании личины кукол комедии я не ломал, и в то начальству не сюсюкал, в толпе льстецов и прихлебал. Задание для самостоятельной работы. Составьте хронологическую таблицу жизни и творчества Пастернака. Из стихотворения Пастернака вы пишите десять метафор и десять сравнений, которые вас поразили. Прочитайте стихотворение «Июль» и проследите, как создается в нем художественный образ, ответив на вопросы, слова, которыми автор называет «Июль», что и как он делает, и какие чувства, связанные с этим образом, вызывает. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова